Текущий месяц стал богатым на победы российских школьников в международных олимпиадах. При всём позитиве такие новости часто вызывают опасения – не готовим ли мы специалистов для иностранных компаний? Средства массовой информации создают впечатление, что в иностранных вузах учатся уже чуть ли не половина страны, а остальная половина только и мечтает о том, как бы свалить на Запад. Разберём так ли это в сегодняшнем выпуске. На международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Венгрии российская сборная завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль. На международной олимпиаде по географии в Гонконге россияне взяли одну золотую и две серебряные медали. Триумфальным стало выступление нашей команды на международной олимпиаде по информатике в Баку, где состязалось 88 стран и мы заняли первое место. Особым событием стала уже шестая победа аспиранта и ТМО Геннадия Короткевича в престижном конкурсе Google Code Jam в Сан-Франциско. Геннадий по праву удерживает звание первого номера в спортивном программировании в мире. Всё это, безусловно, отличные новости. Но всякий раз мы задаёмся вопросом – не готовим ли мы своих ребят за свой же счёт к работе в иностранных корпорациях? Ведь если верить СМИ, то Россия страдает от утечки мозгов, а наши лучшие умы массово выбирают иностранные вузы. Разберём вопрос сразу после короткой сводки позитивных новостей. В Ленинградской области открыто производство стройматериалов с инвестициями около 2 млрд. рублей. В Башкирии за 6 млрд. рублей модернизировано единственное в России производство терифталевой кислоты, что позволит увеличить выпуск и вытеснить весь импорт. В Вологде открыто металлообрабатывающее производство. В Ростовской области – завод крупногабаритной пластиковой тары с инвестициями около 1 млрд. рублей. На Ставрополье первая солнечная электростанция. На новом заводе во Владивостоке, о котором мы уже рассказывали, выпущена первая партия двигателей «Мазда» для экспорта в Японию. В Рыбинске спущено на воду второе судно на подводных крыльях «Комета-120М». А в Нижегородской области дан старт навигации ещё одного возрождённого недавно проекта – судов на подводных крыльях «Валдай-45Р». С каждым началом политического сезона в России начинаются разговоры о невыносимости бытия и о том, что молодёжь массово покидает страну, чтобы сначала получить высшее образование за границей, а потом и остаться там навсегда. Безусловно, такое явление существует. Но каковы его реальные масштабы? Самые серьёзные исследования на этот счёт проводит ЮНЕСКО. Согласно последним данным, за пределами России обучается около 57 тысяч граждан нашей страны. При этом в российских вузах обучается 4,7 миллиона человек. То есть за границей учатся чуть более 1% всех студентов страны. На этом можно было бы свернуть обсуждения, но мы обратим внимание ещё на пару нюансов. Во-первых, заграничными по статистике считаются не только западные вузы, но и вузы стран СНГ и Азии. Во-вторых, учатся за границей и дети тех родителей, которые находятся за пределами России по долгу службы. В-третьих, нет никакой достоверной статистики о том, какое количество получивших образование затем возвращается в Россию. Однако по экспертным оценкам возвращается не менее 25%. В-четвёртых, не нужно забывать, что Россия сама является магнитом для иностранной молодёжи. По данным того же ЮНЕСКО Россия вошла в шестёрку стран, которые наиболее привлекательны для иностранных студентов. В прошлом году у нас обучалось 240 тыс. иностранцев, то есть в 4 раза больше, чем наших студентов за рубежом. Для многих стран мира российское высшее образование остаётся востребованным по соотношению цены и качества, а перспектива дальнейшего трудоустройства в российских компаниях заманчива. Ярким примером является упомянутый в начале выпуска чемпион по программированию Геннадий Короткевич. Со своими регалиями он мог бы давно уехать за океан, но выбрал аспирантуру и ТМО. Что же касается других стран, то многие страдают от утечки молодых мозгов гораздо сильнее России. В той же Польше за рубежом обучается 10% студентов и это признано национальным бедствием. Американские вузы и компании вытягивают лучших из Евросоюза, что регулярно становится причиной политических скандалов. При этом не нужно отрицать, что за мозгами действительно ведётся настоящая охота. И Россия не может позволить себе расслабиться. Однако масштаб паники раздуваемой СМИ, как мы вам доказали выше, является чрезмерным. Между тем позиция государства такова. Само по себе обучение в иностранном вузе не является злом, если человек потом возвращается на родину и работает на её благо. Для этого у нас даже существует госпрограмма «Глобальное образование», в рамках которой Россия финансирует иностранное обучение наших граждан, но на условии их дальнейшего трудоустройства в нашей стране. Схожая картина и с притоком и оттоком учёных. По данным Росстата, за 2017 год количество прибывших в страну кандидатов и докторов наук превышает количество убывших. А из уехавших подавляющее большинство переместилось не в Европу или Азию, а в страны СНГ для работы в вузах и компаниях, в том числе совместных. На этом считаем тему якобы массового бегства лучших умов закрытой. Такое явление существует, но в отличие от 90-х годов, в данный момент не является повальным и государство вполне способно его контролировать. Теперь два слова о наших героях. На этой неделе в России случилось два чудесных спасения. Первое – при аварии пассажирского самолёта в Московской области. В двигатель лайнера попали птицы, в результате чего он перестал работать. Лётчики приняли решение садиться прямо в кукурузное поле с выключенными двигателями и убранными шасси. Трудно представить, что пережили в этот момент пассажиры. Но благодаря хладнокровию и профессионализму экипажа, машину удалось посадить так, что никто из 233-х человек, находящихся на борту, не получил серьёзных травм. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героя России. Эта история несколько заслонила другое чудесное спасение – мальчика Коли из Омской области. Когда родители трёхлетнего ребёнка собирали ягоды в лесу, он побежал за бабочкой и заблудился. Для его поисков была развернута целая спецоперация, в которой приняли участие 600 человек и спецтехника. Через двое суток шансы найти малыша живым резко снизились, но поисковики нашли кепку мальчика, а вскоре и его самого. Коля увяз в болоте, лежал ничком и пил грязную воду. Когда его взяли на руки, он сразу же уснул, а взрослые мужчины, не раз участвовавшие в подобных операциях, не могли сдержать слёз. Колю отправили в больницу и известно, что сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Берегите себя и своих близких, уважайте друг друга и свою страну. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в Клуб «Время вперёд!», чтобы помогать нам в развитии проекта. Субтитры создавал DimaTorzok